В начале марта 2000 года начались бои и в окрестностях Чеченского села с таким советским названием Комсомольское, которые по своему размаху и ожесточению стали второй по значению после штурма Грозного операции всей компании. Из журнала боевых действий 84-го отдельного разведывательного батальона. 5 марта от батальона были выделены разведгруппы на бронетехнике для выполнения боевой задачи в интересах 503-го мотострелкового полка в районе Комсомольское. Разведгруппы прибыли к 11 часам утра 5 марта на западную окраину Комсомольска и заняли оборону на случай прорыва боевиков. Затем группам была поставлена задача выдвинуться на южную окраину Комсомольского и далее в лес для эвакуации мотострелкового взвода и танковых экипажей. В 17.30 после выполнения поставленной задачи была обнаружена группа боевиков, с которой разведгруппы вступили в бой. Хроника событий. 6 марта 2000 года. Операция под селом Комсомольское. В кольцо было взято около тысяч боевиков под командованием Гилаева. Операцией руководил лично Трошев. Группировкам Гилаева, Хаттаба и Басаева удалось вырваться из окружения. Командованием объединенной группировки были предприняты меры, которые позволили нашим войскам блокировать незаконные вооруженные формирования Гилаева в Комсомольском. Выход незаконных вооруженных формирований Гилаева в Комсомольское обуславливался по меньшей мере тремя факторами. Первый. Комсомольское являлось родовым селом Гилаева. Население готово было его поддерживать. Второй. Боевики использовали рельеф местности, позволявший совершить отход в Комсомольское с трех основных направлений. И, наконец, третий фактор. Расположение Комсомольского относительно населенных пунктов Урус-Мартановского района, развитая сеть дорог и оросительных каналов, что позволяло незаметно покинуть блокированное село, просто раствориться на равнине. Из воспоминаний генерала Геннадия Трошева. Уже 5 марта село оказалось в нашем плотном кольце, а сутки спустя подразделения отряда специального назначения вошли в него. Почти сразу же спецназовцы попали под шквальный огонь и вынуждены были отойти на северную окраину населенного пункта. Осуществлять общее руководство проведением операции я поручил исполнявшему тогда обязанности командующего группировкой Запад генерал-майору Герасимову. Непосредственно руководил операцией мой заместитель по внутренним войскам генерал-полковник Лобунец. 7 марта операция началась. Для ведения боевых действий непосредственно в населенном пункте были привлечены подразделения Министерства обороны, внутренних войск, МВД, а также отряд специального назначения Министерства юстиции. Общая численность наших составило 816 человек. В то же время, как выяснилось впоследствии, федеральным силам противостояло более тысячи бандитов. Село оказалось хорошо укрепленным в инженерном отношении. Здесь было немало оборудованных по всем правилам военной науки фортификационных сооружений. Подвалы превращены в доты и выдерживали прямое попадание танкового снаряда. К тому же большинство подвалов соединялось ходами сообщений, блокированных стальными дверьми. По сути почти каждый дом был превращен в крепость, рассчитанную на долгую осаду. Гелаев, осознавая всю безнадежность ситуации, непрерывно запрашивал подкреплений. На помощь ему поспешила банда полевого командира Сейфулы, около 300 человек. Но до Комсомольского она дойти не успела. Ударом артиллерии и авиации банда была разгромлена. Сам Сейфула получил серьезное ранение и едва спасся. Генерал Трошев в своих мемуарах рассказывал, почему операция по штурму Комсомольского затянулась. В частности, не лучшим образом сказалось на управление частями и подразделениями то, что место для полевого пункта управления руководителя операции изначально было выбрано неудачно. С него просматривалась лишь северная часть населенного пункта. Большие трудности возникали и вследствие неудовлетворительного состояния и неукомплектованности средствами связи как мелких подразделений, так и оперативного звена. Усугублялось это практически полным отсутствием дисциплины связи. Большинство сведений, независимо от степени их важности, передавалось открытым текстом. Это позволяло боевикам перехватывать информацию и своевременно реагировать на действия войск, а во многих случаях и упреждать их. Но в словах генерала, конечно, далеко не вся правда. Была еще одна правда об этих боях. Солдатская. Дмитрий Савельев, заместитель командира группы, старший сержант. В ночь на 5 марта я был дежурным по роте. Стоял на посту. Часа в три ночи всю роту подняли по тревоге. Собрались быстро. Командир зачитал приказ. Едем на операцию в село Комсомольское. Сели на броню, завели машины и колонны двумя разведгруппами. Двинулись вперед. Комсомольскому приехали на броне на рассвете. На поле у села было очень много танков. Стояли они метрах в 15 друг от друга. Мы еще удивились, что танков так много. ЦБУ было на этом поле. Поняли, что Комсомольское, наши войска еще только брали в кольцо. Объехав село с другой стороны, увидели большую толпу мирного населения. Чеченцы не пускали в Комсомольское подъехавших соборовцев и омоновцев. Простояли здесь около часа. Я еще искал среди соборовцев земляков-нижегородцев. Получили приказ группам разделиться. Одна остается здесь для прикрытия, а вторая под командованием капитана Гагарина должна выдвинуться на другую сторону села, откуда мы приехали. Я был с этой группой. Попросил Гагарина оставить меня с первой группой у сержанта Шанина, но он не отпустил. Танки с поля боя к этому моменту все куда-то ушли. Вижу, как кзади подходит какая-то наша БМП. Ее подбили выстрелом из гранатомета прямо на наших глазах. Стреляли из села. Заняли группой позиции. Одну БМП группу выдвинули вперед к окраине села. Я тоже хотел идти туда, но капитан Гагарин не отпустил. Будь рядом со мной. Пожалуйста. Как мой телохранитель. Положил под голову РДшку. Рюкзак десантника. И лег отдыхать. Часа через полтора на горизонте со стороны села появился какой-то Урал. Подумали, что это прорывается. Группа боевиков. Его встретила наша БМП и хорошо, что сразу не открыли огонь. В Урале оказались майор с контрактником и двумя срочниками. Они ехали с пятачка у Комсомольского. Заглянул в кузов машины. Солдаты-срочники сидят. Трясутся от страха. Майор сказал Гагарину, что у него два танка пропало. А где пехота? Что с ними? Я не знаю. Я стоял рядом с контрактником. Пока майор с Гагариным говорили, налил майору спиртяжки в пробку. Он выпил. Тоже нервничал. Хотя, в общем-то, держался бодро. Скоро поступила задача. Пройти к блокпосту нашей пехоты. От него идти на верхушку гор и узнать, что с этими танками куда они девались. Майор сказал, что связи с ними нет уже часа два. Майор очень переживал за свой личный состав. Выдвинулись туда с этим майором и контрактником. Срочников с собой не взяли. Капитан Гагарин с нами не пошел. Прошли через сопки. Вышли к блокпосту нашей пехоты. Там встретили капитана-танкиста. Связи у него ни с кем не было. Капитан рассказал, что духи всю ночь орали вокруг. Блокпост пехоты, мальчишки-срочники, стоял у ручья. Когда духи утром пошли в атаку, эти мальчишки приняли бой. На подмогу им пришел танк, но духи его подбили. Пошел второй и с ним связь прекратилась. Пошли искать эти танки, разделившись на две группы. Одна пошла вниз, старлей бернацкий, поставил меня вне ведомым, а вторую повел майор-танкист. Мы пошли вверх, в случае чего поддержать их огнем. А майор вниз, на развилку. Заметил незнакомых солдат, приказал группе занять позиции. Стал выдвигаться вперед и увидел группу нашей пехоты. Ребята нас сначала вообще не видели, а потом обалдели. Наша разведка? А у них были раненые. Эту группу спустили вниз, показали им проход к своим. Больше я их не видел. Пошли вверх по горе, издалека кругом раздавались крики противника. Нужно было занять сопку. Кого послать? Спросил Бернацкого. Иди ты. Со мной пошел пулеметчик и еще один разведчик. Поднялись в гору и тут я увидел хитрости духов. По склону идешь, поднимаешься, вроде не вида ничего. А повернул голову, они ямки врезали так, что их не видно. Спокойно могли выползти из этой ямки и ударить в спину. Забрались на гору втроем, осмотрелись. Кругом блиндажи, окопы, валяются вещи. И тут мы слышим, как где-то внизу под горой духи прыгают по броне, стучат автоматами и кричат. Поняли, что эти духи прыгают на захваченном танке. Заняли позиции, но спуск был очень крутой. Резко вниз и заросли. Пошли бы туда, перебили бы нас. Судя по крикам, духов у танка было много. Обстрелять, но попадешь ли, их только слышно. Ждали, что скажет по связи нижняя группа, которую майор вел к этому танку. Когда они туда подошли, я пошел вниз спускаться. Земля, как лед, не уцепится. Скользко. Мы вереницей спустились с горы, съехали, а без снега, как суворовские солдаты в кино. Земля была выжженная, схватиться не за что. Выкатились как раз к танку. Подошел к Бернацкому. Он сказал, что они спугнули духов, и те отошли от танка. Смотрю, башня у танка в стороне валяется, а Остов весь в розочку. На фугас налетел. Тела танкистов просто разметало взрывом. Собрали вокруг танка останки ребят, сложили в плащ накидку из-под языка. Экипаж был одним мальчишки-срочники. Капитана танкистов трясло от этой картины. Налил я ему спирта немного, чтобы успокоился. Пошли ко второму танку. Он стоял через полянку, почти целый. На броне лежал мертвый контрактник. На другой стороне танка на земле лежал старлей. Механика водителя не было. Через несколько дней мы узнали, что его утащили в горы, а потом обменяли. Остался жив. Возле танка лежала большая куча ОС, одноразовых гранатометов. Духи расстреливали танки почти в упор, как в тире. Неподалеку в канаве мы нашли двух мертвых духов. Капитан снял с танка пулемет, забрали груз 200, стали вытаскивать. И только начали уходить, как из-за сопки показалось, большая группа боевиков. Поняли, что эти духи идут в Комсомольское. Они заметили нас и начали кричать. БМП с нами не было, осталось сзади. Сразу же приняли бой. Огонь вели я и еще один разведчик. Остальные, в том числе трясущиеся от страха срочники, было их чуть больше взвода, несли убитых танкистов. А духи были всего метрах в 50. Смотрю, парень-контрактник побежал к этим двум убитым духом, лежавшим в канаве. Я их буду минировать. Прикрыли его огнем. Давай отходи, кричу. Я оббежал подбитый танк, чтобы никто не остался из срочников. Их как раз Бернацкий подгонял. Вышли на полянку. Отходили мы последние, втроем. Еще наш медик подскочил. Отстреливались мы на бегу. Духи стреляли по нам из леса. Мы их почти не видели. Напряжение было страшное, а в этот момент раздался взрыв. Потом другой. Это духи подорвались на растяжках, которые тот контрактник поставил, как мы все дружно закричали. Ес! Наконец догнали своих. Срочники уже сидят на броне, трясутся от страха. Некоторые еще стреляют, куда попало. Какое-то время еще ждали офицера, командира этих срочников. Он бегал вниз, какие-то документы забрать. Вышли на вторую поляну. Огонь вокруг стал поменьше. Стали набивать патронами пустые магазины. Хотя у меня магазинов заряженных еще было много. И всем на броне сказал, чтобы заряжали боекомплект. Мало ли чего еще могло быть. Бежит командир этих срочников. Оказалось прапорщик. Сказал нам, чтобы вывозили на броне отсюда его солдат. Вывезли всех без потерь к блокпосту. Там сидела их еще группа. Когда они начали друг с другом обниматься, плакали. Некоторые буквально рыдали. Командира взвода у них не было. Погиб. И сержанты. Такие же срочники. Если бы мы тогда у танка, когда из-за сопки показались духи, растерялись и побежали, они бы нас в спину всех перебили. Запросто могли всех уложить. Прицельно. Мы все-таки понимали, куда стрелять и как себя держать в бою. Все это приходит с опытом. Умение видеть бой в целом. Это срочники стреляют куда попало. Хотя и молодцы. Потом от радиста узнали, что перехватил переговоры духов. Ликвидировали мы их здесь от пяти до семи человек. Как нас ночью подняли по тревоге, так мы весь день и не ели ничего. Был у меня НЗ. Банка тушенки и банка каши. Но отдал срочникам. Кроме фляги спирта, естественно. Пошел узнать, где можно поесть. Стоит машина. Открыл дверь. Водитель срочник. Есть что поесть? Спрашиваю. Нет ничего, даже сухарей. Оказалось, что старшина этой группы срочников бросил их еще несколько дней назад. Говорю Бернацкому, надо что-то придумать, как поесть. Да-да, надо решать. Подошли опять к машине. В этой компании нас четыре человека встретились в одной роте. Воевали на первой, так судьба свела. Сели у этой машины одним из четверых, с тезкой-десантником. Чувствую, рядом запах какой-то. Это был ящик с останками танкистов. Извините, ребята, жизнь продолжается. И выпили с другом за их память. Скоро от Бернацкого вводно. Ехать за продуктами на ЦБУ. Поехали на двух БМП. По дороге встретили нашего капитана Гагарина. Приехали с ним на ЦБУ. Гагарин пошел решать вопрос с продуктами, но так и не смогли договориться ни с кем, чтобы наши группы здесь хоть кто-то накормил. А столько войск было вокруг Комсомольского. Решили ехать в расположение батальона. Бернацкий остался на ЦБУ с группами. Поехали я и Гагарин на одной БМП. Приехали к себе в Русмартан. Гагарин вызвал меня в свою палатку. Быстренько собери поесть и сигареты. И в машину. Дима, слушай меня внимательно. Дал мне аккумуляторы. Я за сегодняшний день так устал, что голова пухнет. Делать мне там нечего. Вот тебе позывные. Скажи Бернацкому, чтобы связь держал со мной. Я буду здесь. Собрали продовольствие, что нашли, и быстро рванули обратно на ЦБУ под Комсомольское. Забрали там Бернацкого и поехали на другую сторону села, где стояла наша группа. А там в этот день событий тоже было немало. Сергей Шанин, старший сержант, командир группы. Когда наши группы разделили, моя оказалась на южной окраине Комсомольского. На ЦБУ какой-то генерал из штаба группировки поставил задачу и указал позиции. Если попрут духи из села на юго-запад, не пускать. На этом направлении стояли наши милиционеры, командовал ими какой-то генерал. И первая стычка у меня была с ним. Стояли его люди здесь несколько суток и не пропускали никого и никуда. И генерал давая кричать, что туда нельзя. Я ему на ты. Слушай, генерал, у меня задача. И все. Я поеду здесь, хоть через тебя. Ты кто? Разведка. А что ты сразу нам не сказал? А вы сразу и не спросили. Смотри, там духов навалом. Проехал на трех этих коробках через этих ребят. Прошел речку, обошел ее и выдвинулся на юго-запад Комсомольского, где работала группа Бернацкого. Встал и вижу картину. Стоит танк, лежит пехота, меньшей роты. Человек от силы 30. Лицом к селу и стреляют с подножия горы. Стреляют? Куда попало? Зашел в блиндаж. Там маленький черный майор и капитан. Представился, сказал, зачем я здесь. Они удивились, что о них кто-то вспомнил, да еще и разведчиков прислали. Занял круговую оборону, чтобы обстреливать и село, и ущелье. На следующий день там появился полковник Тупик. Все распоряжения, которые он давал, я каюсь, выполнял с точностью до наоборот. Если бы я выполнил хоть одно его поручение, здесь бы не сидел. Кушать было нечего, продукты еще не привезли. К вечеру духи пошли из Комсомольского через ущелье по низу. Поджали их, они пошли по речке. Тут мы их встретили плотным огнем. Считать их было некогда, но шло их очень много. За сотню точно. Мои коробочки в этом не принимали участия. Стояли в зеленке. Прикрывали нас. Дмитрий Савельев. Приехали. Я сказал Бернацкому, что Гагарин ему приказал здесь командовать. Все тебе отдает. Воюй. Мы поехали к ребятам в темноте через северную окраину села. Обнялись, как будто сто лет, а ни день не виделись. Передали питание и сигареты. Это в два часа ночи. И к своим. Возвращались по той же дороге, по окраине села. Вижу, свечки горят в домах. А нас всего трое на двух БМП. Духи или свои могли просто запросто ликвидировать. Приехали на свой блокпост. В эти окопчики, заваленные мусором, грязные загаженные канавки. Началось 6 марта. Только поели на этом блокпосту. Гена Бернацкий нас позвал выдвигаться туда, где мы были вчера. Брать высоту. Гена, зачем? Мы там насветились, там наверняка ловушка. Приказ. Я ничего не могу поделать. Якобы должна быть утром какая-то группа пехоты. И мы должны ее там встретить. Гена, что там делать? Нам надо этих некорбленных солдат спасать с блокпоста. Бернацкий отвечает. Ну что я сказал? Надо? Значит надо. И мы потащились на эту сопку. Я был дозорным. Когда накануне вытаскивали пехоту, мы чуть подальше забрались и заняли позицию. Нижняя группа шла частями. Мы забрались повыше, чтобы их не уничтожили. Заняли сопку. Я залег у пенька. Все это уже под утро. Светало. Благо, что духов не встретили. Ни мин, ни растяжек. Пацаны начали кемарить. Не спали давно. Ребята мне дают условный сигнал. Показывают. Спускаются 6 духов. Прижались к пенькам. Смотрю, спускаются трое. Сзади еще трое. Они как на ладони. А моим пацанам было плохо видно. Кто-то из них дал первую очередь. У меня еще F была готова. ЧК разжата. Дал знак пацанам, чтобы не стреляли. Поняли, что мы обнаружены. И дал очередь. Эти трое резко упали к пенькам. Очередь прошла над ними. Никого не задел. Я навскидку еще очередь. Вижу, попал в одного. Мои тоже открыли огонь. Хотел уже гранату бросать. И вдруг крики умоляющие. На чистом русском. Не стреляйте. Свои. Свои. Прекратили огонь. ЧК у гранаты поправил. Свои. Свои. Разведчики. Это была какая-то группа наших разведчиков. От пехоты. Они сидели всю ночь над духами. Пускали ракеты. Да туда еще несколько залпов дали наши минометы. Это у генералов на бумаге все было хорошо. Подошел к ним к Бернацки. Я встал. Тоже подошел. Парнишка лежал тяжело раненый. Но остался жив. Помню, как он говорил, что из Кронштадта. Парни эти рассказали, что наша же мина попала им в блиндаж. Они спускали своих двоих двухсотых. Еще мина и еще двоих наглохо. И раненые были. А они ракеты пускали. Что свои. Я даже не извинился перед пацанами. Ведь нам сказали, что наших там нет. И мы вышли оттуда последними. Последними. Вызвали им БМП. Загрузили раненых и увезли в Медбат. Сами здесь остались. До вечера. Ждали якобы пехоту. Она не пришла. Нам команда. Вниз. Попали в нежные объятия наших пацанов. Обнимаемся. Только вроде бы отдыхать. Очухаться от всего. А я еще не ел. Только сел у костра в танковый капонир. Команда от полковника Тупика. Строится. Едва успел поесть. Построились. Полковник Тупик говорит. Слушай мой приказ. Выехать с этого блокпоста и ехать по Комсомольскому. Из журнала боевых действий 84-го отдельного разведывательного батальона. В 5.30 6 марта группам была поставлена задача провести разведку местности на высоте у перекрестка дорог. Занять там круговую оборону до подхода мотострелковых подразделений. После была поставлена задача выдвинуться на КП 503-го мотострелкового полка. Когда колонна проходила мимо Комсомольского, она была обстрелена из стрелкового оружия. В результате этого потери личного состава составили. Убито 3 человека. Ранено 12 человек. Сергей Шанин. Сержант. А по нам из этих крайних домов села постоянно вели огонь снайпера. Еще до этого приказа Тупика я посамовольничал немного, но считаю, что правильно сделал. Сходили, зачистили эти крайние дома. Подобрались ползком, две коробочки постреляли и духи ломанулись дальше в село. Дома эти обшарили, сюрпризов понаставили и ушли. Потом подошел к майору пехотинцу. У вас есть связь с танками? Есть. Давай-ка эти крайние домики снесем. Они нам вид загораживали в село. Майор спросил. Там точно противник? Ты что не слышал, что по нам оттуда стреляют? Танки дали залпы, подожгли эти дома. И все там сразу затихло. Но когда мы туда пошли, оттуда по нам опять стрельба. Затем из села вышла на нас отара овец. А мы есть хотели. Свалили пару тушек, пошли их подбирать. А духи по нам стрелять. БМП нас прикрывало, баранчиков туда подтянули. Противник стрелял, но нам отстреливаться не было смысла. Не видно, откуда вели огонь. Только разделали барашка, приходит полковник Тупик. Кто дал команду туда ходить? Я. Ты кто такой? Командир разведгруппы. Здесь я командую. Стоял он как тигр Шерхан из мультфильма о Маугли. За ним еще этот черный майор бегал. Как гиена из того же мультфильма. Тупик. Я такого распоряжения не давал. Если бы вы его не дали, я бы все равно сделал. Ты как со мной разговариваешь? Ты у меня под трибунал пойдешь. Я отвернулся и ушел. Они с майором ушли в блиндаж, что-то там решали. Потом опять нас построили. Поедем через Комсомольска на ЦБУ. Там нас ждет генерал. Бернацкий уже и команду дал. По машинам. Я оборвал. Всем стоять. Гена, ты кто? Ты командир? Ты знаешь, как там в этих домах? Нет. А я знаю. Только что там бой вел. Только что оттуда еле вылезли. Ты куда нас посылаешь? На смерть? Тупик ему. Ты офицер. И мне. А ты кто? Бернацкий мне говорит. Сережа, был приказ. Да мне без разницы, говорю. Я своих ребят на смерть не пошлю. Есть же другой проход. Зеленочкой. Спокойно ее обстреляем. Спустимся и на скорости пролетим. Тупик отвечает. Нет. Пойдем, как я сказал. Бернацкий. Полковник же приказывает. Шанин в ответ. Я группой командую. И ребят туда не пошлю. Где нас поджидает противник. Мы оттуда не вернемся. Дмитрий Савельев. А я сижу, наблюдаю за этим спором из Капанира. Тупик опять в свое. Нет. Мы поедем через Комсомольское. Мы вообще не могли его упрямство понять. И почему нам надо будет идти именно этим самым опасным маршрутом. Шанин сказал. Я все-таки стою на варианте, что идем стороной. Этой тропиночкой. Обстреливаем ее и плавно уходим. Тупик опять. Нет. Мы пойдем через Комсомольское. Все-таки остановились на том, что идти по окраине Комсомольского. Сергей Шанин. Построились в колонну. Было нас 6 машин. Примерно 22-23 человека. Оружие перезарядили. Только трогаться. У моей БМП заглох двигатель. Пока ее заводили с толкача. Первая поехала машина Бернацкого. Я шел третьей машиной. Колонна. Коробочка к коробочке. Роман Царьков. Гранатометчик. Я этот бой никогда не забуду. Помню, как ругались с Тупиком. Ему объясняли, что идти колонной через центр поселка – это самоубийство. Но он настоял. Хотя была возможность пройти по низине. Слева. С зеленкой. На первой БМП сидели Бернацкий, Донской и Рома Ражев. Гранатометчик Юра Кирьян, Сережа Селецкий и Столбур, у которого заклинило автомат. Перед тем, как поехали, говорю Ражеву. Рома, может быть, я пойду на первой машине? Нет, я пойду. Не знаю, что Ромка предчувствовал в эти минуты, но он пошел на первую БМП. Правда, сказал, что-то я не хочу с собой гранатомет брать. Кто же знал, что так получится? Так, судьба нас разделила. Дмитрий Савельев. Наконец, команда по машинам. Я сел на броню второй машины сзади, хотя обычно сидел впереди. Тронулись колонны. Первая пошла. Наша – вторая. Игорь Иванов, он был на машине Шанина, сзади кричит мне, Димка, там духи, будь аккуратней. Я знаю, подъезжаем к окраине Комсомольского, вижу в стороне расстрелянное стадо баранов. Еще немного проехали, стоит белый конь, как видение, у него из бока справа кровь шла. Засмотрелся на этого коня и вдруг бабах, и началось. Я крикнул, с брони, все посыпались с брони. Сергей Шанин, я успел крикнуть к бою. Вижу, пулеметная очередь попала в машину так, что механика водителя чуть не убила. Геннадий Бернацкий, командир взвода, старший лейтенант. Как мы говорили полковнику Тупику, что в этих домах духи сидят, не послушал. Я был на броне первой машины и только подъехали к первым домам села, как выскочил противник и в упор по нам. С 10 метров выстрел из гранатомета и автоматные очереди. Машина не загорелась, рванула на скорости и ушла. Я чувствую, ранен. И на броне, когда немного осмотрелся, двое убитых и трое контуженных. Дмитрий Савельев стреляли по нам в упор. Из домов метров с 10 из гранатометов. Первый же выстрел попадания в первую БМП, где сидел Бернацкий. Этот выстрел из гранатомета попал прямо в Серегу Донского. Его полностью разорвало и Ромки оторвало ноги. От Сереги немного осталось, а от Ромки половина тела. Он полз без ног. Его забрали ребята, спрыгнувшие с брони. Духи перестали стрелять по этой БМП. Она успела набрать скорость и пролетела дальше. А мы все приняли бой. Сначала практически стоя, только успевали откидывать пустые магазины. Тупик и майор были на моей машине. Майора сразу ранило. Тупик еще кричал. Вы что за пасами разбрасываетесь? Берет пустой магазин. Куда его? Куда? Я ему. Спокойно, товарищ полковник. У меня магазинов было полно. Если бы здесь были только срочники, полегли бы все, железно бы всех положили. Нас спасла маленькая канава, в трех метрах от Бэхи. Попрыгали в нее с брони, когда духи начали огонь. Димка, не помню фамилии, тащит раненого майора, а тот кричит. Вытащи меня, вытащи меня, я тебе орден мужества даю. Тупик прижался к канаве, переполз через меня. Что такое? Повторяет в растерянности. Что такое? Потом пополз. Что помню зрительно, я сидел на второй БМП с левой стороны, рядом с Шаниным. Едем на броне, вижу, лежит стадо убитых баранов, штук 10. И только я голову от них повернул, вижу, как на первую БМП из домов летит выстрел из гранатомета. И сразу же по броне застучали пули. До духов было метров 65-70. У нашего пулеметчика Сергеева заклинило пулемет, не мог стрелять. Быстро спрыгнули, закрылись броней. Шанин был слева от машины, я справа. Сначала стреляли с колена, я из-за угла БЭХи, но шквал огня по нам был такой сильный, что слышно было, как по броне только щелкали пули. Справа от меня стрелял Воробьев. Помню, как он выстрелил из мухи. Оглянулся, полковник Тупик ползет, метрах в 6-8. Он шапку снял, даже ни разу не выстрелил. Автомат потерял и поорыку. У его ног упала и не разорвалась граната от подствольника. Повезло. Отстреливаясь, отходим, вижу, как майора, зама Тупика, тащит Димка, не помню его фамилии. Помочь, спрашиваю. Нет, сам дотащу. Мы с Шаниным и Миша Автоматчик их все это время прикрывали. Остреляли по нам и нашими же выстрелами из гранатомета, ящик которых упал с брони 1-го БМП. Там было 28 осколочных выстрелов. Роман Царьков, гранатометчик. Нас от первой машины быстро отсекли огнем. Это уже потом узнали, что Донского порвало пополам. Отдача от гранатометного выстрела по БМП пошла на Руму Ражева. А мы были на второй машине, когда началась стрельба. Быстро соскочили в колею от БМП. Я полз на спине в пластилиновой глине, стреляя по сторонам. Пули летали над головой. Меня контузило от гранатометного выстрела. Напряженность огня духов была такой, что казалось. По нам каждый кирпич стреляет. Головы не поднять. Выползли мы тогда чудом. Раненых и контуженных ребят было очень много. Сергей Шанин. Тупик подполз к майору. Рядом был какой-то наш парень. Тупик ему говорит. Вытащи его, этого майора. Вытащи. И сам вперед, вперед пополз. Я тебе орден мужества. Парень тащил его волоком. А духи стреляют. Мою БМП чуть тряхануло от попадания выстрела из гранатомета. Но не серьезно. Благодаря тому, что она нас прикрывала и вышли все. Вижу, дух выскакивает с гранатометом из ворот дома и прицеливается в нас. Расстояние было всего метров 10. Сашка Серегин как раз готовился в дом стрельнуть из мухи. И не целясь в этого духа, выстрел. По нам в ответ из домов буквально шквал огня. Хорошо еще, что прикрывались броней. Дмитрий Савельев. Пацаны, кричу, берегите патроны. Духи могут пойти в атаку. Вижу, контрактник лежит и стреляет не целясь. Поднял над головой автомат. Я думал, он ранен. Куда ты стреляешь? Знаю, что у него всего-то 5 магазинов было, не больше. Толкнул его ногой. Ты ранен что ли? Тебя тащить? Оглянулся назад. Тупик отполз. Подходит к нему наша коробочка, что была сзади в колонне. Я открыла десантный люк. Выпала оттуда рация и пулемет ПК. Слышу, как Тупик кричит. Рацию можете бросить, а пулеметы я не знаю. Майора туда засовывайте. Майора этого под огнем духов затолкали в БМП. Мы ребят прикрыли. БМП поехало назад и десантный люк не закрыли. Полковник Тупик остался. Но как дал стрякача по Арыку и больше я его не видел. Вижу, Сергей стал отходить по канавам. А я поджидал остальных пацанов. Они подползали по канаве и по земле. А огонь буквально шквал. Мне надо было прикрывать тех, кто отползал, а потом бежать за ними. И такой огонь. Кричу Сереге, прикрывай меня. Я пошел. Пополз. Автомат впереди. И в эти секунды я, наверное, в земляного червяка превратился. Хорошо еще, что РДшку с себя снял, чтобы налегке ползти. А то был бы грузом 200. Серега Шанин встал в полный рост и прикрывал меня огнем. Как меня не задело. Пулей вокруг. Вжик, вжик. Вполз ворык и чуть ли его не расцеловал. Он кричит. Прикрывай теперь ты, пацанов. И в этот момент Игорь Иванов погиб. У Сереги на глазах. Вижу, как наш механик-водитель, мальчишка-срочник Алмаз Башкир, запрыгнул в БМП. Кричу. Куда? Она же подбита. Я ее заведу. И ведь завел. Развернул машину на глазах у духов. И нас ей прикрыл. Запросто духи в это время могли бы БМП и нас за ней из гранатомета шарахнуть. Вытащили пацанов. Прикрываясь броней, выползли на то место, где огонь не доставал. Все очумевшие. Дурные. Сергей Шанин. Похлопал по разгрузке. У меня уже ни одного патрона не осталось. Вышел из боя злой, как собака. Хотел тупику перегрызть глотку. Но не до этого было. Игореху Иванова надо вытаскивать. Мы своих не бросаем. Дмитрий Савельев. После этого боя я подошел к какой-то бочке. Там на дне был лед. Пробил его прикладом, чем-то зачерпнул и выпил эту воду. Как на каменку вылил. Такой в горле был сушняк. Слышу, Серега кричит. Строится. Всем сюда, быстро. Рота, разведка, быстро. Я еще воды на себя вылил. Серега командует собирать БМП. Ставить их наискосок друг от друга. Снимайте с себя, все кричит. Там Игорек. Игорек остался. Занимаем позиции. Шанин командует наводчиком. Ты по этому дому. Ты по тому бьешь. Поняли? Заводи. Скорость набирай. Приготовились. Огонь. И как дали по этому шквалу огня духов залп мухами. Они как раз своих убитых поднимали и не думали, что будет такой шквал огня. Вперед машина. Пацаны налегке сидели на ней. Игорька положили на броню и назад. Он лежал головой в сторону комсомольского. Изо рта и правого бока текли струйки крови. Сняли с него разгрузку. И тут появился полковник Тупик. Сережа высказал ему все, что о нем думает. Еле удержали его, чтобы он его не наказал за эту авантюру, в которой такие ребята погибли. И столько раненых. Немного успокоились. Сергей Шанин командует занять позицию. Усидевшие здесь пехоты взяли часть боекомплекта из того, что у них было. Сергей Шанин сидит в окопах эта пехота. И хоть бы кто-нибудь выстрелил, чтобы нам помочь в этом бою. Такое месиво идет. А они смотрят. И все. Танк стоял недалеко. Ну разверни ты ствол. Дай под ухом выстрел. Нет. Даже не шевельнулся. Сидели эти танкисты и смотрели, как нас убивают духи. Как кино смотрели. Или реалити-шоу. Я подошел к танкисту. Ты что не мог туда выстрелить, чтобы нам помочь? Он затрясся от страха. Дмитрий Савельев. Надо было вывозить груз 200. Оставлять здесь убитых нельзя. Сказал об этом Тупику. Да, да. Сергей ему. Это из-за тебя я столько ребят потерял. Тот виноватом молчал. Кизляр стал догонять. Отправьте меня. Отправьте меня с ними. Серега ему говорит. Давай, иди отсюда. Ни одного выстрела не сделал. Автомат свой в грязи извалял. Игоря Иванова привязали к стволу пушки БМП. Троих трехсотых положили в десантный отсек. Подошли колонны к зеленке. Обстреляли ее на скорости и поехали на ЦБУ. А мы вернулись на блокпост этих срочников. Они как раз жадно хлебали разведенную в воде муку. Смотреть было невыносимо. Как они эту муку едят. А по ним полчища беттеров ползают. Боялись из-за этого рядом с этими мальчишками стоять. Подсчитали быка. Продовольствие, что осталось. Дали несколько сухпайков срочникам. Офицера на блокпосту не было. Сергей Шанин расставил этих мальчишек в круговую оборону. Рассказал, куда стрелять. Заняли позиции и ждали наступления духов. Мало ли пойдут. Уже знали, что их в Комсомольском не меньше тысячи. А в пункт назначения, куда тупик нас тащил, так и не приехали. Зачем туда нам надо было ехать, к этому генералу мы так и не поняли. Вспоминали случившееся и не понимали, как он вообще учился на военного. Дождались темноты. Туман был такой сильный. Идешь как в молоке. Я решил вспомнить, как стреляет оса. Заряд чуть-чуть отсырел. Раз нажал на курок. Нет выстрела. Второй нет. Ну пожалуйста. И пошла. Выстрел попал в дом в глубине села. Сначала тихо, а потом такой факел огня. Что-то там начало взрываться. Зарево поднялось. Утром нас обстреляли свои вертолетчики. Чуть не уложили всех. Машина пошла на боевой заход. И пулеметные очереди на нас. Все ближе и ближе. Я кричу пилоту, машу руками, что свои и вижу, как он пожал плечами. Ребята, извините. Сергей Шанин пытался с батальоном связаться по рации. Ничего не получается. Наконец вышел на связь с ЦБУ. Сказал позывной. Гранит. Там поняли, что разговаривают с разведчиками. И дали приказ ехать на ЦБУ. Только туда приехали, обустраивали окопы, по нам шквал огня. Пули. Тук-тук рядом. Потом уже даже не присаживались. Какой-то полковник спрашивает. Это вы там вели бой? Да. Звание. Старший сержант. Молодец. Огляделся. Оказывается, весь бой происходил на глазах ЦБУ. Они стояли рядом. И никто ничем нам не помог. Полковник пожал мне руку. Пригласил в палатку. Налил спирту. А вечером был радиоперехват. Меня снова вызвал этот полковник и сказал, что в том бою мы около 50 боевиков завалили. Роман Царьков. Гранатометчик. В этой засаде я был контужен. Но сбежал из медбата на машине, которая рядом загружалась боеприпасами. Приехал в батальон. Его как раз передвинули на поле у Грушевского. Перед Комсомольским. Ребят в нашей роте осталось мало. Человек 9 было в группе. А надо было оборонять ЦБУ. Правда, нам тогда еще минометчиков придали. Дмитрий Савельев. А 7 марта началась зачистка Комсомольского. И как пошли оттуда грузы 200. Вывозить ОМОНовцев, СОБРовцев. Убитых клали на танки. Раненые кое-как держатся за броню. Думаю, вот опять подарки женам на 8 марта. Как наших нижегородских СОБРовцев на минутки в 96 и тоже перед 8 марта. Многих из них знал. Особенно Веньку Старостина. Полковник с ЦБУ вызвал. Наших зажали. Надо помочь, ребята. Не вопрос. Подвезли нам БК. Нормальной техники я вокруг ЦБУ не видел. Только старенький Т-64. Артиллерии тоже не видел. Только потом уже привезли Буратино. И им уничтожали дома на окраине. А что было на той стороне села, мы не видели. Полковник нам. От меня. Никуда. Сергей Шанин. Старший сержант. Сначала отправил в батальон тех, кто был здесь с самого начала. Ребята устали. Немытые. Голодные. Некоторые заболели. Да и надо было узнать, что с ребятами машины Бернацкого. Приехали в батальон. Поели. Набрали боеприпасов. Когда узнал, что погибли Донской и Ражев, ком к горлу подкатил. Я вышел из палатки. Ушел в зеленку и заревел на взрыд. Как дитя. Вытер слезы. Нельзя, чтобы ребята видели. И вернулся в палатку. А мне уже ребята АКМ почистили. Все магазины зарядили. Елена Чиж. Начальник медслужбы батальона. Когда привезли троих убитых, мы с командиром роты Гагариным пошли их опознавать. Я сняла с них смертные медальоны, чтобы сличить номера. Акт написали, что опознали. Потом пришла в палатку и первый раз за войну сорвалась. Дайте водки. Дайте водки. Я больше так не могу. Страшно было, что с этими ребятами совсем недавно виделась. А вот их нет. А раненых тогда привезли 15 человек. Царькова Романа привезли контуженного. Он был никакой. Плавал. Сижу в палатке и думаю. Ребята, а вообще-то что мы здесь делаем? Зачем мы здесь? Столько всего пройти. Ради чего? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова